здравствуйте здравствуйте и давайте данное видео начнем со сравнения сверху у нас карибара ниже фидоль синяка в самой нижней пробирке то ли фидоль нода то ли фидоль йенсис к сожалению эти оба вида очень сильно похожи и их довольно сложно отличить этих карибарок вы уже видели они довольно плохо приехали из китая составы должны были быть 1 500 но по итогу получилось примерно 1510 слишком много трупов да и те рабочие что остались живых к сожалению жили недолго поэтому было принято решение садить этих маток и саживать я их буду довольно простым способом маточка номер один заходи маточка номер два забегай и маточка номер три заползай давай о молодец теперь все это закроем ваткой и пусть сидят себе кайфуют так как эти маточки сейчас соло с очень большой вероятностью они уживутся свежая отлетевшая маточка находя убежище в котором хочет развить семью откладывать яйца и вполне способна поднять самостоятельно первое поколение однако те у которых уже было поднято поколение а после утрачено скорее всего не имеет достаточных запасов или какого-то желания делать это повторно поэтому для их поднятия необходимо найти рабочих здесь огромное спасибо моему другу алексея у которого кстати 9 маточная семья карибар диверсия он отсыпал нечетка рабочих к сожалению из посланных им четырех пробирок живыми доехали только в одной но даже этого мне будет достаточно с момента как я садил этих трех карибар и начал искать рабочих а потом еще ожидал пока они до меня доедут прошло примерно две недели и за эти две недели маточки не сдохли они не конфликтуют их в принципе все устраивает однако расплода у них нет вообще с учетом того что я получил их больше месяца назад из китая и приехали не без расплода это прям довольно большая проблема но я знаю что даже если самка не оплотворенная она в любом случае должна откладывать яйца если яйца не откладывают это показатель лишь того что их что-то не устраивает в условиях содержания и по моему опыту это касается практически всех муравьев которых я когда-либо содержал поэтому необходимо изменить какие-то условия где-то поднять температуру где-то переселить в новую пробирку или же поселить их на гипс то есть на стабильно влажную поверхность приближенную к земле но в данном случае так как они уже поднимали первое поколение и не способны поднять его повторно им необходимы именно рабочие которые будут их откармливать и сейчас самый лучший момент для того чтобы подселить рабочих к маткам так как с дороги они очень сильно стрессуют а стресс в большинстве своем очень помогает жалко я забыл пройти антипобегом но да ладно подселение проходит вот в таком контейнере данный домик я делал для монамориум фараонос там еще было несколько этажей которые находились внутри видео с ними возможно найти в очень ранних видео на канале там была семья примерно в 35 тысяч фараонов они жили именно в этом домике там сделана хорошо вентиляция и в случае необходимости у меня всегда есть возможность очень быстро вмешаться в процесс подселения ведь если рабочие начнут вредить маткам это очень плохо и мне нужно будет их рассаживать контейнер к сожалению очень старый и уже давно не прозрачный но что поделать зато очень удобный и судя потому что я вижу рабочие не проявляют агрессии по отношениям к маткам хотя эти самочки очень сильно нервничают но их никто не бьет сейчас закинуем пару личинок знахаря и забуду про них примерно дней на пять пускай успокаиваются а вообще за этим очень забавно наблюдать довольно интересное поведение у муравьев все-таки это долгожданное знакомство и как бы сильно они не были удивлены появлению друг друга теперь они новая большая семья спустя примерно неделю у меня появилась возможность собрать для них домик да и в принципе их пора выселять из того контейнера и заселять фармикарий данный домик ко мне пришел еще летом я спроектировал его полностью сам именно под карибар но к сожалению касаемо арены я просто сказал сделаем я любую лишь бы она крепилась и это было отчасти большой ошибкой с моей стороны так как в этой арене отсутствует крепежи на углах но да ладно данную проблему решает супер клей арена размером 20 на 20 сантиметров то есть она довольно большая а также имеет две крышки одна из двухслойного акрила большая широкая и одна маленькая просто чтобы быстренько покормить сделанная из толстого 5 миллиметрового акрила а вот так выглядит модуль ходов он очень большой чуть больше трех сантиметров и состоит из очень многих слоев в таком же у меня жили бикорина тома мне очень сильно понравилось ведь я могу убирать лишние слои и занижать размеры ходов в случае необходимости самый нижний слой это пол слой между двумя белыми акрилами это гипсовая вставка и сверху над гипсом идет еще один слой акрила с очень большим количеством прорезей то есть защита гипса от прогрызания высота внутри от пола до потолка чуть более двух сантиметров исходя из моих наблюдений за прошлой колонией карибара финис которые у меня жили они очень сильно любили делать прям высокие горы из расплода именно поэтому данные модули заказывались такими высокими ну и конечно же я могу их расширять за счет жесткой сцепки с помощью болтов и кусочков акрила в данный момент у меня есть пять таких модулей то есть суммарно вместе с ареной я могу сделать формикалии размерами 70 на 20 сантиметров и если вдруг мне будет необходимо я всегда смогу заказать еще такие же модули вот так они будут выглядеть если их соединить довольно интересная конструкция которая хорошо держится но есть один косяк из-за того что акрил нарезан слоями и эта проблема не только акрила стопчука или его лазерного станка а в принципе абсолютно любых фирм можете любую взять в руки и попробовать слои по-разному выбирают где-то сильнее где-то слабее это абсолютно нормальная штука тем более когда слоев очень много щели на стыках крайне маленькие и большинство видов не способны через них сбежать однако карибарки очень маленькие поэтому вот в этих вот местах на стыках я буду либо проходить эпоксидкой либо заклеивать все супер клеем доработать ферму для меня не проблема очень многие продают арены вот с таким дизайном то есть юбочка по кругу а в центр вставляется арена и она абсолютно никак не крепится к дну у большинства людей это вызывает диссонанс ведь при попытке поднять арену дно иногда просто остается на столе так что давайте я вам расскажу как именно данная система должна держаться и это не какой-то лайфхак или выход из ситуации так оно и должно быть просто почему-то покупатели обычно так не делают данные болты у окантовки просто наживлены от руки и после установки арены их необходимо очень сильно затянуть от сильного сжатия акрил начинает раздувать в стороны и он начинает давить на стены арены зажимая ее вокруг себя после подобной манипуляции вытащить арену не раскрутив все болты практически нереально по итогу затянув все болты мы получаем вот такой маленький и довольно комфортный домик размерами 30 на 20 пока что я буду только с одним модулем и буду расширять данный формикарий по мере необходимости так как у меня нет желания таскать всю эту конструкцию каждый раз когда я захочу покормить карибар с полочки на стол ведь помимо ее большого веса она еще и занимает очень много места я лучше пока в это место поставлю что-то другое ну и конечно же пройду потолок антипобегом я использую как всегда масло johnson's baby их она удерживает не идеально ведь муравьи очень маленькие или тем не менее вполне неплохо справляется положу пробирку на арену оставшихся рабочих из контейнера перекину с помощью пинцета и здесь я заметил довольно забавную штуку буквально за полчаса до заселения муравьев я убирал защитную пленку с акрила детали арены то есть до этого домик был полностью запакован просто нарезанный на запчасть и данная манипуляция она электризовала стенки этой арены а так как муравьи довольно легкие их просто срывала с пинцета и притягивала в разные стороны посмотрите как упорота это выглядит эта семья очень даже неплохо себя чувствует теперь нужно ходы накрыть картонкой и со временем они переедут ну и в принципе на этом все история этой семьи началась очень давно и длилась больше месяца но подсадка рабочих действительно смогла решить мою проблему впервые за весь этот период у них так и появился расплод так что уверен в этой семье все будет хорошо и мы еще не раз увидим их на этом канале до скорых встреч друзья до скорых встреч